Зрительно скорректировать силуэт, подтянуть икры и удлинить ноги способен не только каблук. С этой задачей справляются также правильно подобранные цвета и фасон обуви. Сегодня говорим об обуви, а точнее о ее способности визуально корректировать длину ног. Рассмотрим пять приемов. 1. Ньют. Бежевые туфли в тон кожи зрительно продлевают ноги. Идеально, если они на удобном высоком каблуке. Это приподнимет ногу, сделает ступни визуально более тонкими и изящными. Однако даже в бежевых балетках ноги кажутся длиннее. Обувь цвета ньют, маст-хэв для любительниц юбок и светлых колготок. Универсальная черная обувь, особенно долодыжек или середины икр, плохо сочетается с колготками телесного цвета. Она рубит ноги, делая их визуально короче. В свою очередь черные туфли нужно надевать вместе с черными колготками. 2. Один тон. Продолжение предыдущего пункта. Колготки в тон обуви делают ноги длиннее. Поэтому, если предпочитаете яркие туфли, красные, фиолетовые, желтые, синие, покупайте колготки такого же цвета. Правило работает и с брюками в тон. Единственное условие – не должно быть просвета между ботинками и штанинами. Кюлоты и другие укороченные модели брюк не делают ноги длиннее, даже если одежда подобрана в тон к обуви. 3. Острый нос. Ставший модным в 2019 году, заостренный мысок словно вытягивает стопу и делает ноги зрительно длиннее. Это работает даже с черными туфлями. И чем глубже вырез, обнажающий ступню, тем лучше. Не должно быть ремешков, перерезающих, ноги. Закрытая заостренная обувь должна сочетаться с брюками или колготками в тон, иначе эффект не сработает. Девушкам с длинными ступнями заостренный нос прибавит пару сантиметров, увеличив и без того большой размер ноги. В этом случае лучше встать на высокий каблук. 4. Танкетка. В отличие от шпильки, танкетка более удобная и устойчивая. При этом стройнит даже полные икры. Сплошная подошва прибавляет рост, но не вытягивает ноги. Этот эффект достигается благодаря приподнятой пятке. 5. Классические сапоги. Как говорилось ранее, короткая черная обувь режет ноги. Поэтому в холодное время лучше носить классические длинные сапоги, которые подчеркивают изгибы ног и визуально вытягивают фигуру. Если предпочитаете ботилены, надевайте их с колготками или брюками в тон. Под полусапожки подходит длина миди. Но край юбки должен перекрывать край сапожек. Противопоказаны ботфорты, особенно низким девушкам. Может показаться удивительным, но удлиненные сапоги создают обратный эффект. Ноги укорачиваются, становятся визуально шире. Миниатюрные дамы превращаются в котов в сапогах. И еще, помимо обуви, ноги визуально удлиняют. Завышенная талия брюк, джинсов, юбок, вертикальные вставки или полоски, клиши. Также подтянет фигуру одна цветовая гамма наряда или комбинация темный низ и яркий верх. Например, брюки и обувь могут быть бежевого цвета, а верх – песочного или белого. Другой вариант – красная блузка и черные брюки с завышенной талией. Если надеть светлый низ и темный верх, фигура зрительно разделится пополам и ноги станут короче. Автор – Наталья Стрельникова. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях. Нам будет приятно.